Это у Игоря растет письмо у барабаша. Там сзади хозяйка стоит, что-то они уезжают туда, молодой сейчас подскажет. У Игоря уже большой, 17 лет ему, с 12 лет на Телефенке, а это, видишь, тележка прицепная, поворачивается никуда-куда хочешь. И все как надо сделать. Хозяйка тут уже заждалась, когда побудем. Это домик Иосифа. Это любимый домик. Все, как говорится, по евро ремонту придумали сверху, все это внутри, все выводили. Игорь. 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 На покос снимаем И наша пятница Там дальше, видать, вниз сзади Теплица Все у нее растет Рой пчел залетел Отпыл ей Выставила колодка Все, и мед Молоком и медом Молоко это трава Трава здесь в рост человека нынче Ну все, сейчас обросто Я пошел, сейчас палатки снимаю Дрова, которые висели По углам тяжести углазить надо Палатка здесь Ну и вот Дальше Еще палатка покрыта сверху Палаткой копна Сейчас подготовлю А рядом, прямо рядом Наш православный лагерь Вот он сейчас занимает Место с окрестностью А он занимает примерно в 4 раза меньше Навозной кучи Не в переносном смысле Буквально, высокая навозная куча И мы на ней прилепились И вот сейчас недороги начинают Буйствовать Бесноваться вокруг лагеря Как московская газета Правительство Российской Федерации Учредитель Российская газета писала Про гиплагеря Там, говорит, шабош нечистой силы Что делает этот уникальный лагерь Нигде не делается Такое воспитание За месяц наркоманы становятся нормальными людьми Навсегда бросают эту пакость А это нет Уничтожить Все Уничтожить Потому что пока ты живой Это обличение нам Вот 3-5 глава Премудрости Соломона Жизнь его, говорит, не похожа на нашу С детьми чужими 45 лет вожусь И вот теперь все стереть с лица земли Да как стерешь? Это не стереть Это написано много Фильмы поставлены Люди разъехались Это пустая трата Даже на это сатана не дает им разума Это не один человек воюет А много В интернете и везде Ну кто-то последний уже инстанция Это через какие-то органы, власти Начинает другому командовать А ты его не расстреляешь Тебя расстреляют А не будешь убирать вот это Не пошлешь бульдозеры Не соответствуешь своей должности Ну это все то же самое Борьба зла против добра Борьба тьмы против света Проклятие идет против благословения Но это все бесполезно После всех победителей Победит Христос Вот так Это вот поле Барабаша Игоря Хорошее поле О, какое ровное Земля здесь чудесная Ну а там они уже Ребята сейчас Скидывать будут Вон там Вверху похоже Сергей Володя сбоку идет Полезет Все благословен Господь А это вот отсюда Видны качели На территории Надежды Васильевны А домик это Володя Пащенко Вот А сарай это тоже Вот так Люди меняю Подхожу Вот он притоптал Своё поле Подрубленный как Володя Пащенко Вот и раскрыла Сарай Шифер он сбросил Ооо сколько Буря была Вот разгружает Сергей Павлович И Ремей Игоревич Барабаш А тут Владимир Александрович Пащенко И Виталий Калейников Это вот поле А это вон Где я сейчас разбирал Палатки снимал А это издалека Видать наш Лагерь Станы Бывшие Музея Вот обидно даже Как он на возвышении Идет Которые мимо Попали Ну рядом С навозной кучей Вот такого размера Была куча Там может быть В 20-30 Туда Стас И мы Не залезли И сделали Сейчас нас оттуда Вышивают Убрать Хотя это уже Не лагерь А музей А лагерь Было В 98-м году 15 краевых комиссий Любыми путями Закрыть Комунис Делали Своё дело Передали Другим И так И не закрыли Я его сам Расформировал Никто Его не закрывал В этом плане Конечно Они не продумали Что ли Делал Вот так Весёлые ребята Обойду Маленький Вокруг Посмотрю Что тут есть А тут Никак Нельзя подойти Это крапива Вот крапива Я поднимаю Руку И намного Выше Руки На полметра Ну Считаю Метр Семьдесят два Рука Повыше Головы И там Полметра Это такая Вот Это крапива Всё растёт И конопля Вот Конопля Плантации Целые У Любы Тут Огородчик Садок У неё Всё растёт Сейчас Я с той стороны Зайду К ней Посмотрю Что она Всё Пока Вот Разгрузили Сено И сейчас Тут Около Лагеря Стана Бывшего Музея Теперь Сергей Первый Пришёл До палатки Снял Утащил Всё Там Виталий Баганёв Внутри Там Володя Стоит А за Руёв Юрю 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 Никакого другого Юрю и Юрю Уже осталось две с половиной копьёшки. Всё, это вот дальше, против которого воюет лагерь. Девять соток на навозной куче. И такие силы задействованы. Аман лютует, а Мардахей плащет. А Артаксер сон потерял. И мы знаем, скоро башмаки Амана будут висеть в воздухе. Это же коснётся его сыновей по рождению Ехидны. А божий народ евреев по сей день празднует это, Пурим, бросание жеребия. И ничему не научились. Думал ли Галиаб, что получит в лоб снарядом? Вот такая сегодня история. Мы Богу доверились и всё. Поэтому дьявол буйствует, находит своих подручных. И можно только плакать о них и жалеть. Больше ничего. Вот оно где. Там ещё одна копна. Я зашёл специально, чтобы солнце не светило в глаза, а то плохо. Виталий уже знает, что надо сверху разваливать. Люба сейчас спрашивает. Только за горющее заплатить-то? Ну, если бы где-то было, тут бы водки и всего понатащили. А так ничего нет. Вот лагерь. Я приближаю его. На расстоянии от нас, вот сейчас здесь, ну метров сто может быть. А то, может, не знаю. Ну, говорят в документах, что до деревни он 150 метров. На территории деревни фактически. Вот он находится где. Вот здесь улицы шли, разломали. Это территория деревни. И вот затеяли там под пункт какой-то подогнать, что я самовольно захватил, кого ещё захватил. Как захватил навозную кучу. 45 лет на ней дети вырастали. Поколение не одно выросло. Это я плохо сделал. А вот этот, который будет побоевать, то он, может быть, ничего и не видал в своей жизни. Такой душняк устроили в России на 100 лет. Благодаря этому лысому пигмею мавзолея, этой вобле, как и называла новодворская Валерия. Сегодня Исааки Устинов пасёт. Вот гонит коров. Посёлок Потеряевка, 31 июля. Наши август. Это овечишки. Овечишки. Вот гонит. Домой этот, в линии идёт. Бывший наш лагерь. Самый далеко вот выглядит лагерь. Здесь и первый музей, за который бьёт самонкурсы теперь. Уничтожить. Сколько их было за 45 лет, счёта нету. Ну, как их любить будут? Почему русских не любят? Не знаю, какой вопрос-то легче ответить. Потому что никого не любят, кроме нас. Россия для русских. Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин сказал, что это идиоты какие-то или придурки. Придурки. Россия для русских. Это вот для Любы сегодня вывозят сено. Ирине. Вот он за рулём. Сейчас вверху помогает. А там внизу Володя Пащенко, Сергей Пупков и Виталик Поколинников. Вот тут ещё одна куша. Сейчас заберу полторы куши ещё. Где-то она вот здесь вот. Например, вот здесь вот, смотрите, видать даже. Вот. Человек гонит молоко. Здоровая пища. Смотрите, Исааки. Фамилия, много ли найдёшь. Его дядя, вот у Алёши, у него старший, Варлам, Назарий, Евтихий. Три сына. То есть всё по календарю. Всё спокойствие такое. Каким миром тут верят. Вот они идут спокойно. Коровки. Овечушки. А там дальше вот за лагерем видно. Вон далёк. Это Новозоринские околки были. Я маленький туда ходил. По 10-20 гнёзд игрочинных. Но потом в 98-м году горело около 300 пожаров в Алтае. Кто-то же специально делал. И сожгли эту рощу. Рощу сожгли. Лучшие люди в Потеряевке были. В 29-м году, 30-м. Раскулачили 7 семей. И сослали. Вот сейчас тётя Дуся одна где-то в Колпашево, видимо, живёт. 102 года. Что она перенесла, это даже представить невозможно. Даже в ГУЛАГе и то давали что-то есть. А то ничего. Просто выкинули на берег. Мёрзная земля. Ничего нет. Первым делом старики приняли, маленькие. А сейчас они вот добивают. Потому что мы показали, что без помощи государству можно жить красиво и интересно, потому что денег не дают. И вот здесь мы просуществовали 45 лет. Ни рубля государство не дало нигде, ни разу, кроме гонений. Гонений, придирок, угроз. Ну, Бог так сделал, что они ничего не могли сделать. А сегодняшние, они более ярые. Тогда никогда на лагерь не накладывали штрафы, никакие. А сейчас штрафы по полтора миллиона, по миллиону. Но на меня они тоже подали в суд, но суд ничего не вырешил. Два года назад, в шестнадцатом году. Какая размеренная, спокойная жизнь делим. Всё, начинаем с молитвы, благодарения. Утром проводили сегодня друзей с Урала. Галендухин Владимир Юрьевич. С Украины была христианка Марина, с дочери Аполлинария Полины. И всё это будет выясняно в ролике, как прощаются. Какие весёлые лица у всех, здоровые. А это бы сейчас вот хозяйки помогают в деревне. Тут без бутылки никогда не обойтись. А это ничего, даже никто в рот не берёт. Никто. Абсолютно. Они не знают слова. Сухой закон или что-то. Вот умерла Анастасия Дробот. Четверо детей сейчас отовсюду наши думают. Как лучше сделать, как помочь при пьяном отце. Плюс двухонимом. Если только он не образумится. Если бы он образумился, он навёл дома порядок. Там всё, батюшка был, говорит, там полный развал везде. Всё время делали сбор денег.